Пожилая женщина смотрит на возвышающиеся перед нею карабахские холмы и горы. Глаза ее сухи, но хрупкие плечи предательски сотрясает от беззвучного плача. Земля, которая кормила ее в течение 30 лет, теперь отказывается ее принимать. Вот это и есть поистине величайшая гуманитарная катастрофа наших дней, а не то, что миру пытается скормить армянская пропаганда. «Помянешь черта, он и появится», — гласит английская пословица. Вот мы недавно припомнили баронессу Кокс, мол, давно что-то не удостаивала армян своим вниманиями, вот она, тут как тут, да не где-нибудь, а как пишет армянская пресса в начале Лачинского коридора. Любо-дорого глянуть на эту картинку. Просто бальзам на душу. Зря, значит, беспокоились и за баронессу, и за армян. Жива-живехонька эта сподвижница Мяацума и сломофоб и тюркофоб. Стоит себе чуть поодаль, недалеко от ППП Лачин и ведет гневный репортаж, называя гордо расположившееся перед ней в недоступной нынче Карабах, не иначе как печальное место. И вот баронесса стоит перед уже покрывающейся ржавчиной армянской фурой с продовольствием и оглашает окрестности жалобными причитаниями о том, что Азербайджан не пропускает гуманитарный груз в Карабах. А для пущей убедительности присочиняет, что азербайджанцы на этой дороге стреляют по армянам. Ну да что там, на совести у Кокса уже столько лжи, что это заявление просто невинное преувеличение. Простим и мы ей подобную слабость, чего только не скажет оскорбленная женщина. И да, мы весь понимаем, что гуманитарный груз это так, дымовая завеса, за которой скрывается личная трагедия старой баронессы. Представьте, дорога, которой она пользовалась 88 раз, сейчас перед ней закрыта. Дело всей жизни. Коту под хвост. Поэтому самое большое сочувствие в этой ситуации вызывает сама Кэролайн Кокс. Вы только посмотрите на эти глаза полные отчаяния. Положение усугубляет погода. Пришедшая осень выдалась с нормом. В предгорьях Малого Кавказа уже холодно, вельможная дама заметно мерзнет и, кажется, уже говорит в нос. И вообще вид у нее совсем не тот холеный, в котором она обычно предстает перед публикой. Мы уже говорили о своих подозрениях о том, что с близящимся концом Мияцума армяне перестали башлять по Рессо. И это так или иначе отразилось на ее материальном положении. Сами понимаете, экономить она не привыкла и на черный день не откладывала в уверенности, что карабахский кейс будет обеспечивать ее до конца жизни. Но как-то все пошло по-другому. И в прошлом нашем материале говорилось о письме баронессы армянам Карабаха. В нем она слезно умоляла эту группу населения не останавливаться, а продолжать борьбу. Кокс жаждет крови. Видимо, в надежде оросить ею поле ее былой бурной деятельности, переставшая давать урожай. Если учесть, что она погрязла во всякого рода финансовых махинациях, волнение миссис Кэролайн вполне понятно. Сама по себе Кокс – это причудливая смесь стяжательства и религиозного фанатизма. Вся ее жизнь строится на этом. Баронесса любит деньги и ненавидит мусульман. Второе она поставила на службу первому, ибо справедливо рассудила, что ненавидеть мусульман за деньги гораздо приятнее, чем за просто так. Еще в 80-е годы в лице мирового армянства она нашла оптимальный источник для удовлетворения обеих этих страстей. Но если в былые добрые времена армяне всего мира щедро отстегивали ей за воспевание их маниакальной идеи, то сейчас, по-видимому, они предпочитают тратить деньги на более актуальные проекты. Например, подкуп конгрессменов вроде Менендеса или юристов типа Акампо. Аппетиты у этих ревнителей армянства не слабые, и английской парессе пришлось подождать, прежде чем диаспора, наконец, после долгого перерыва, сподобилось перечислить ей на карточку некую не очень густую сумму, большая часть которой и была потрачена на кавказское путешествие, которое, как видим, оказалось тяжелым. Померзнув в Горундзуре, Кокс, вероятно, двинулась в Горус, где ее ждал ужин и ночлег на том самом постоялом дворе, где недавно дебоширили французские муниципалы. Баронессу отогрели коньячком и рассказали на ночь сказку. Армяне в этом большие мастера. Затем замученную воспоминаниями женщину ждал дождливый звартноц, хмурое небо и не менее промозглый хитроу. Да, осень нынче не та, что раньше.